Здравствуйте! Вы смотрите новости Колпинского района в студии Алены Савинова. И как обычно в ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем вам о самых важных и интересных событиях сегодня в выпуске. Открытый диалог. Глава района встретился с представителями медиа-сообщества. 70 ели к 70-летию победы. Юбилейная аллея появилась у детской больницы. Мирное небо. Впервые в Колпином прошел фестиваль авиамодельного спорта. Жители металлостроя могут спать спокойно. Разбойные нападения у школы номер 621 раскрыто. Злоумышленник задержан. Нападение произошло в ночь на 4 апреля здесь у 621 школы на Полевой улице. Жестоко избили и ограбили мужчину, возвращавшегося из магазина. И ради чего сдачи в 40 рублей. Жители района узнали об этом на следующий день, когда сосед потерпевшего разместил сообщение в соцсети. Сразу же стали вспоминать похожие случаи. Насчитали аж 8 штук. Металлостроя стало опасно и надо что-то с этим делать. Вот итог нескольких дней обсуждения. За разъяснениями мы отправились в местное отделение полиции. На территории, обслуженной 39-м отделом полиции, зарегистрированы подобные случаи. Из 6 зарегистрированных и возбужденных уголовных дел, 3 уголовных дела раскрыто. И данные лица, преступники, привлечены к уголовной ответственности. Между тем, именно нападение у школы вызвало большой резонанс в интернет-сообществе. Кто-то даже предложил возродить народные дружины и патрулировать вечерами улицы. Но больше всего жители удивлялись отсутствию описания преступника, ведь все произошло буквально под камерами видеонаблюдения. В школе нам сообщили, что видео действительно есть. И оно было сразу же затребовано полицией. Но лица зломышленника на записи не различить. Все-таки далековато. От помощи граждан поселка Металлострой мы бы не отказались. То есть, если у граждан поселка Металлострой есть какая-то информация о лицах, совершающих, совершивших какое-либо преступление, мы всегда рады их выслушать и принять эту информацию. И хотелось бы даже, чтобы жители поселка Металлострой помогали сотрудникам полиции. Пока мы готовили сюжет, полиция задержала виновного в нападении у школы. Он опознан и изоблечен. Как и в предыдущих случаях, которые произошли за последние недели, это оказался житель Металлостроя. Чтобы таких происшествий не повторялось, жителям поселка советуют воздержаться от прогулок в темное время суток по неосвещенным улицам, избегать каких-либо контактов с незаконцами, особенно если они находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Безопасность на дороге в поселке Металлострой летом заработает новый светофор. Работы на пересечении Петрозаводского шоссе и Плановой улицы уже ведутся. Аварии на этом участке дорог нередкие. Страдали и пешеходы. Жители поселка неоднократно обращались в администрацию района с просьбой установить на этом месте светофор. Их просьбы услышали. Завершить монтаж нового объекта планируют летом этого года. В прошлом году комитетом по развитию транспортной инфраструктуры были проведены проектно-изискательские работы. Заключен государственный контракт с подрядчиком, в соответствии с которым окончание работ запланировано на июль 2015 года. Петрозаводское шоссе – довольно оживленная трасса, которую, кстати, в скором времени хотят расширять. В связи с этим и было ускорено решение по строительству нового светофора. Необычную встречу провел глава администрации Колпинского района Анатолий Павелий. В ситуационном зале собрались все представители СМИ района и обсудили с чиновником пути взаимодействия с властью. Встреча прошла в неофициальной форме. Глава района сразу же сказал, что не боится каверзных вопросов по поводу любой сферы его деятельности. Однако перед началом диалога отметил, что главная задача его работы – изменение имиджа Колпинского района в глазах Большого Петербурга. В этом, надеется Анатолий Павелий, ему придут на помощь местные СМИ. Район незаслуженно дисквинитируется по ряду факторов. Есть такое представление Большого Санкт-Петербурга, что Колпинский район – это прежде всего какая-то техническая промзона, в которой очень все плохо с жизненно-коммунальным хозяйством, в частности с коммуникациями, с трубами и так далее. Чтобы упростить взаимодействие чиновников и представителей СМИ, было решено создать единую информационную рассылку о событиях и мероприятиях, проходящих в районе, а также проводить встречи, подобные этой регулярно. У журналиста будет возможность задать любые вопросы и внести предложение напрямую главе администрации. Ведь первое собрание стало, можно сказать, только знакомством, но это верит в администрацию начала долгой и плодотворной совместной работы. В Петербурге почтить память солдат, проявивших мужество и отвагу при обороне Ленинграда, решили с помощью хвойных аллей. Деревья посадят во всех районах города. В Колпино местом для юбилейной аллеи выбрали территорию у детской городской больницы. По дереву за каждый год прошедший после победы. Всего 70 елей. Акцию предложили волонтеры движения ЭКО, администрации районов поддержали инициативу. Места для посадки деревьев выбирали в режиме открытого голосования на просторах интернета. Для города Колпино, ставшего во времена войны передним краем обороны Ленинграда, акция имеет особое значение. Саженцы символизируют, что жизнь продолжается благодаря подвигу героев колпинцев. Сколько молодежи пришло. Это что? Это наше поколение, которое тоже хочет, чтобы наш город процветал. Город воинской славы Колпино. Я рад пришел. Тоже посадил дерево. Мне помогли товарищи. Я очень рад этому. В Колпино акцию расширили. Посадили 70 деревьев у детской городской больницы номер 22 и еще 30 у ДОТа на Колпинском шоссе. Желающих помочь в благоустройстве района оказалось немало. Собственноручно посаженное дерево – это и повод для гордости, и память на долгие годы. В начале марта в районе стартовала уникальная акция, приуроченная к месячнику по благоустройству – чистый автомобиль. Владельцы машин могут помыть своих железных коней с неплохой скидкой. Как оказалось, акция пользуется популярностью. Акция «Чистый автомобиль» для тех автолюбителей, которые отпугивают прайс-листы на мойках. Ее суть очень проста. Любой желающий может помыть свою машину со скидкой от 20 до 50%. Акцию, созданную по инициативе администрации района, поддержали 11 моек. 10 из них находятся в Колпино, еще одна в металлострое. Большая часть автовладельцев района уже смогла воспользоваться выгодным предложением. Всегда приятно ездить на чистом автомобиле, поэтому считаю, что акция пришлась к месту. Правда, погода у нас все-таки там то дождь, то солнце, поэтому не очень удачно с погодой, а так все хорошо. Я вообще очень люблю в различных акциях участвовать. Это очень удобно и очень выгодно. Акция «Чистый автомобиль» – это возможность каждого водителя проявить вежливость к другим участникам дорожного движения. Кстати, намыть свое авто до близка можно в течение недели. Предложение актуальное до конца апреля. Мертвые петли, бочки и другие фигуры высшего пилотажа. В Колпино прошел первый фестиваль авиамодельного спорта «Мирное небо». Участники фестиваля приехали из разных уголков Петербурга, Ленобласти и даже других городов. Авиамоделисты самых разных возрастов собрались, чтобы показать модели собственной сборки и умение ими управлять. Я сама как просто зритель, да, и могу сказать, что это очень феерично, красочно. И вот жители, даже просто проходящие мимо, не могут пройти. В небе на стадиону спортивного клуба «Ижорис» даже реконструировали воздушные схватки Первой и Второй мировых войн. Воздух взмывали юнкерсы, спидфайеры, советские истребители. Кстати, управляя именно истребителем Лавочкина, юный авиамоделист Максимилиан Лялис одержал победу в одном из воздушных боев. Сначала надо дома на симуляторе тренироваться, а потом уже поначалу на тренерах разных и постепенно увеличивая сложность модели летать. Есть такая возможность. У нас в городе она не очень часто. И поскольку она есть, не упускать я не хотела ее. Дата проведения мероприятия совпала с Днем воинской славы России, посвященном сражению князя Александра Невского над Чудском озером. А сам фестиваль «Мирное небо» организаторы, конечно, приурочили к 70-летию Великой Победы. Очень радует, что это все происходит в нашем городе воинской славы Колпина. Так как не зря название фестиваля «Мирное небо». Он символизирует то, что страна и народ, который прошел ту войну, Великую Отечественную войну, больше не хочет ни с кем воевать. Мы хотим жить в мире и развиваться, спокойно, плодотворно развиваться. Стоит отметить, что за последние годы ни в Петербурге, ни в Ленобласти не проходило подобных событий. Были вокальные соревнования, но фестиваль, да еще и такого масштаба, единственный в своем роде. Организаторы и муниципальный совет города Колпина выразили желание сделать это мероприятие ежегодным и традиционным. Тем более, что первый, можно сказать, пробный раз прошел с большим успехом. Николай Корнеев, Дарья Морозова, Руслан Бичурин. Новости Колпинского района. В эту субботу в городе состоится День благоустройства. Администрация района приглашает жителей принять участие. Можно навести порядок в своем дворе или помочь перебраться в парке на острове Чухонка. Начало акции в 10 часов утра. И на сегодня это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Алена Савинова. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин